Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтирии и мы будем читать Псалом 21, который имеет надписание на греческом и на славянском языке «в конец», то есть тут содержится пророчество о последних временах, «об утреннем заступлении Псалом Давида». Что значит «об утреннем заступлении», то есть о пришествии Христа, страдании, воскресении Его. О воскресении Христа, 24.1, Евангелие от Луки сказано, что «взяло рано», то есть Он воскрес. И здесь же говорится и о избавлении им Христом человечества. Вот так понимали смысл этого Псалма святители Афанасий, блаженный Феодорит, блаженный Ироним и Ефимий Зигабен. Вот это надписание так ими прочитывалось. С еврейского языка это будет несколько неожиданно «управителю о лане расцветной». Что значит «о лане расцветной»? Имеется в виду, что лань в понимании людей времен Давида – это стремительное такое существо, которое движется к своей цели, несмотря ни на что. То есть действия Христа по спасению роду человеческому, они будут как бы не останавливаться, они будут ускоряться. Как лань бежит к цели, к источнику воды, так и Господь стремится осуществить домостроительство нашего спасения. Этот Псалом мы знаем по Евангелию от Матфея 27, 46. Именно словами из этого Псалма молился Христос, находясь на кресте. «Боже мой, Боже мой, вольми мне, для чего ты оставил меня». Этими воскресаниями начинается этот Псалом. И Христос, который молится чтением этого Псалма на кресте, он научает и нас в тяжелых обстоятельствах жизни обращаться к Псалтире, которая должна нас поддержать. И по-еврейски вот эти слова «Боже мой, Боже мой», они звучат как «Эли, Эли, Лама». То есть «Эли, Эли» — это сокращение «Элогим», а слово «Элогим» означает «правосудный Бог». И когда сокращается слово, означающее «правосудность», это как бы моление о том, чтобы судья был милостив. То есть, когда Христос взял на себя грехи всего мира, он умоляет Бога Отца, чтобы тот проявил милость ко всему миру, грехи которого Христос взял на себя. Это был момент как бы и Богооставленности, потому что Бог и грех понятия несовместимы, хотя во Христе божественное, человеческое, неразлучное, нераздельное, неизменно, хотя и неслиянно. «Боже мой, возьми мне, для чего ты оставил меня, удаляют меня от спасения слова грехопадений моих». Это перевод по-греческому имеется в виду, что принятые на себя Христом грехи людей удаляют от него избавление от страдания за них. Так объясняют Феодорит и Афанасий Великий. То есть, Сын Божий, взяв на себя грехи мира, он должен до конца как бы нести грехопадения каждого из нас. «Боже мой, взываю днем и ночью, и не слышишь, хотя это и не было безумием мне». Что значит «хотя это и не было безумием мне». То есть, это воззвание не было для меня греховно, безумно и обвинительно, хотя и было для меня тяжело. «Я знал, что страдаю за спасение человеческого рода», вот так объясняют Евсевий Кисарийский, Феодорит и Анфим. «Буквально взываю днем и не слышишь, ночью и не в безумие мне». То есть, здесь как бы есть сложности такие речевые, и мы посмотрим, как это будет звучать дословно с еврейского. «А Боже мой, Боже мой, почему ты покинул меня, далек от спасения моего, при словах моего вопля? Мой Бог взываю днем, но ты не отвечаешь, и ночью взываю, и нет умолку мне». То есть, Христос, Он ходатайствовал за весь род человеческий. «Боже мой, взываю днем и ночью, и не слышишь, хотя это и не было безумием мне». То есть, это был сознательный выбор Христа, стать жертвой за наши грехи и преступления. Но с точки зрения мира, это как безумие. Проповедь о Христе, да притом распитом, в понимании людей мира, это для язычников безумие, для иудеев это соблазн. Об этом же говорится и в Новом Завете. По-славянски это звучит так. «Боже мой, воззову во дни и не услышавшие, и в ночи, и не в безумие мне». И мы читаем далее. «Ты же во святом живешь, хвала Израиля». То есть, Господь, Он бесконечно превознесен над всем творением. «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавил их». Отцы – это патриархи Авраам, Исаак и Яков. «К тебе взывали, были спасаемы, на тебя уповали, и не были в стыде». Потому что все, которые уповали на Бога, они действительно не постыдились. Они возлагали надежду на Него. О христианской надежде сказано в Новом Завете, что надежда не постыжает. Далее Давид восклицает, «Я же червь, а не человек, поношение у людей и уничижение в народе. Все, видящие меня, насмехались надо мною, кивали головою, говорили устами. Он уповал на Господа, пусть он избавит его, пусть спасет его, если угоден ему». Действительно, Давид был в поношении у людей и уничижением в народе. Таким образом он преобразовывал Христа, потому что Христа тоже поносили, тоже уничижали и надсмеялись над Христом. Это мы видим во время крестного пути. А вот в случае с Давидом, почему он был в поношении у людей и в уничижении в народе. Давайте сначала посмотрим, как это все будет звучать дословно с еврейского языка. «К тебе они вопль обращали и спасались, это працов, тебе они доверились и пристыжены не были. Я же, то есть как бы в противоположность патриархам, Давид восклицает, я же червь, а не муж, позор для человека и презираем народом. «Все меня видящие надо мной насмехаются, изрыгают устами, головой качают. Кто обращен к Господу, тому он убежище, кого он избавляет, ибо к нему он благоволит». То есть эти люди говорили, что, наверное, Давид плохо обращается к Господу, и поэтому Господь как бы не избавляет его от этих поношений, от этих насмешек. А с чем это связано? С падением царя Давида он впал в грех прелюбодеяния, совместив это с грехом убийства, и через всю свою жизнь он как бы нес вот это поношение от людей. Ему не прощали ничего и никогда, как и нам, христианам, тоже никогда ничего не прощают. Мы как бы уже в этой жизни получаем все по полной программе, и в этом есть благо, потому что лучше ответить в этой жизни свои грехи и преступления, чем в будущей. «Но ты извлек меня из чрева, надежда моя от сосцов матери моей». Здесь Давид как бы вспоминает времена, когда он был в отчреве матери, и Господь вывел его из чрева матери, он вышел живым, немертво рожденным, и что надежда его от сосцов матери его к Богу. «К тебе привержен я от рождения, от чрева матери моей. Ты Бог мой, Бог мой, элокейну» по-иблейски. «Не отступай от меня, ибо скорбь близка, а помощника у меня нет». Имеется в виду, что среди людей он не может найти для себя никакого помощника, потому что люди к нему относятся резко отрицательно. «Окружило меня множество тельцов, тучные валы обступили меня». Здесь как бы говорится, что со стороны людей, народа он терпит поношение, а вот эти тучные тельцы – это языческие народы, которые враждуют против него. «Тучные валы обступили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, похищают добычу, и рыкающий». То есть дьявол злоумышляет через язычников, и так и сказано в Новом Завете, что дьявол, как рыкающий лев, ходит ища кого поглотить. «Я разлился, как вода». Потому что он устал от того, что собственный народ ему не прощает его ошибки и грехи. Тут еще и язычники нападают все время. «Я разлился, как вода, и рассыпались все кости мои. Сердце мое стало, как тающий воск посреди внутренности моей». Давайте посмотрим, как это будет звучать с еврейского. «Как вода я разлился, и распались все кости мои. Стало сердце мое, как воск, растопилось внутри у меня». То есть он не чувствует своего сердца, он как бы не чувствует своей жизни, как бы все прекратилось, все как бы лишено какого-либо смысла. И вот это состояние, оно, конечно, было очень печальное. Давиду реально было тяжело. Он не находил поддержку ни среди своего народа, тем более его враги – филистимляне. Они не могли ему простить то, что он погубил мощь филистимлян, этого чудовища Голиафа, когда он уничтожил в единоборстве. В 16 стих Давид восклицает, «Сила моя иссохла, как черепок, и язык мой прилипнул к гортани моей, и в прах смерти ты низвел меня. А причина, ибо окружило меня множество псов, скопище злых обступило меня, они пронзили руки мои и ноги мои». Вот здесь происходит перенос на Христа, скорби Давида. Мы знаем, что Давида никто не распинал, никто не пронзал руки и ноги его, но терпя страдания от множества псов, Давид так называл филистимлян, помните, как он Голиафу сказал, «Что ты идешь на меня, пес необрезанный?». А в случае со Христом этими псами становятся сами иудеи, которые действительно пронзили руки и ноги. 18 стих. «Сосчитали все кости мои, а сами смотрели презрительно на меня». 19 стих. «Разделили ризы мои себе и об одежде моей метали жребий». Но не было такого случая в жизни Давида. Это перенос стесненных обстоятельств его жизни на Христа. А вот в случае с Христом, конечно, все это было. И мы посмотрим, как это звучит с еврейского дословно. «Ибо меня окружили псы, стая злодеев, они оцепили меня, как лев, мои руки и ноги связаны. Стану рассказывать все о себе, они меня взглядом окинут, то есть зрелище сделают из меня, осмотрят меня, разделят одежды мои между собою и о моем облачении бросят жребий». Но все-таки здесь говорится именно о том, что они не просто распнут его руки и ноги, а как львы дикие и хищные, они бросятся на руки спасителя и на ноги его. Здесь, как бы говорится, имеется в виду, что они как бы связаны будут, имеется в виду, что прибиты к древу креста. То есть из креста делали зрелище, об одеждах его кидали жребий. И 20 стих. «Ты же, Господи, не удали помощь твою от меня, поспеши ко мне на защиту, избавь от меча душу мою и от пса единородную мою». Вот этот перенос образа пса с язычников на еврейский народ, мы видим это уже в книге «Бытия», когда совершенно неожиданно братья Иосифа Прекрасного называются Гаим псами. А Иосиф, как мы помним, он был тоже прообразом Христа, Иосиф Прекрасный, который пришел к своим, свои не приняли, и за сребреники они продали его, как и в случае со Христом. «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, меня смиренного!» восклицает Давид. «Возвещу имя Твое, братьям моим, среди церкви воспою тебя». Тут все наполнено как бы пророчествами о Христе, и они как бы вот являются, эти пророчества, частью страданий самого Давида, который как бы с трудом отделяет собственное страдание от переживаний за грядущего Христа Спасителя. Как пророк, он как бы созерцает в своих страданиях голговские страдания Сына Божия. «Боящийся Господь, восхвалите Его все семя Иакова, славьте Его, да убоится Его все семя Израиля». Здесь призыв все-таки не оставлять страх Божий, и особенно для верующих людей это подчеркивается словами. «Да убоится Его все семя Израиля», то есть все верующие в Бога, тоже не должны терять страха Божия. «Ибо Он, то есть Господь, не презрел, не отверг молитвы нищего, убогого, и не отвратил лица своего от Меня». Здесь как бы опять перенос на Христа идет. «Когда я взывал к Нему, Он услышал Меня». Христос молился на кресте. «От Тебя», то есть от Господа, «Хвала моя в собрании великом, исповедуюсь Тебе, обеты мои исполню пред боящимися Его». А здесь Давид делает перенос на себя, он давал Богу какие-то обеты, обещания, и он надеется, что Господь даст ему все это исполнить. «Да едят бедные, насытятся, и восхвалят Господа, ищущие Его. Живы будут сердца их век века. Да будут воспомянуты и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним все племена народов». Вот это осуществилось в формате апостольской проповеди, когда апостолы дошли до пределов земли и обратили многие народы ко Христу, и они поклонились Христу Спасителю, и поклонятся пред Ним все племена народов. «Ибо Господне Царство, и Он обладает народами». То есть единый Царь – это Господь. По-настоящему только Ему принадлежат люди разной народы. Будут вкушать и поклоняться, то есть Господь насытит этих людей тогда, когда они будут поклоняться Ему. И здесь мы опять можем сделать перенос на Христа. По-славянски сказано «Едоша и поклонишися». То есть, может быть, это имеется в виду евхаристическое прославление Бога, когда мы поедаем тело и кровь, и это уже есть великое наше поклонение, потому что благодать проникает внутрь нас. Будут вкушать и поклоняться все тучные земли, то есть, которые получат благословение от Господа в виде тука, то есть, благополучия. Все тучные земли, обеспеченные, богатые, пред Ним препадут все. Почему? А далее говорится «все, сходящие в землю». То есть, каким бы славным, великим ни был человек, он сходит в землю. «И душа моя», восклицает Давид уже о себе, он тоже принадлежит к тучным земле, не в смысле к толстым земле, а в смысле к царям, к правителям, «и душа моя» для него живет, то есть, он живет не для себя, хотя, будучи царем, он мог наслаждаться теми благами и преимуществами, которые он имел, но он живет для Господа. «И семя мое ему послужит». А что значит «семя мое ему послужит»? По плоти Христос от Давида происходит, от семени Давида. И Сын Божий явил образец послушания Богу Отцу. «И семя мое ему послужит, возвестит Господу грядущий род». То есть, имеется в виду род, который сменит еврейский род, то есть, церковь, это будут люди, которые будут служить Господу особым образом. И окончание этого псалма, 32 стих, «и правду его возвестят людям, имеющим родиться». То есть, потом, после этого времени, но также можно истолковать с точки зрения христианской, имеющие родиться свыше, рождение от Духа Святаго, то, что возможно уже только в христианстве. «И правду его, то есть, Господню, возвестят люди, имеющим родиться, то есть, примут слово, родятся свыше, которых сотворил Господь». То есть, они еще не родились, но сказано, которых сотворил Господь. Ибо об избранных говорится, что Господь их избрал, то есть, людей церкви, еще прежде создания мира. Итак, сегодня мы прочитали 21-й псалом. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 22-й псалом царя Давида. «Помяне Господи царя Давида и всю кротость его». Продолжение следует...